Из ЕКПЛСА в больницу доставлен мальчик двух месяцев от роду. У него тяжелые травмы. Тревогу поднял семейный врач. Полиция вместе с представителями сиротского суда приехали в семью. Они же и доставили ребенка в больницу. У малыша разные травмы обеих рук и ног. Причем получены они были в течение прошлых недель. Мальчика поместили в хирургическое отделение детской больницы в Риге. По подозрению в нанесении телесных повреждений ребенку задержаны родители мальчика. Начат уголовный процесс по статье за жестокость и насилие по отношению к малолетнему. Отец ребенка ранее неоднократно судим. Огрская Краевая Дума начала масштабную реорганизацию. Число муниципальных предприятий сокращают. Вот только почему-то административный аппарат не уменьшается, а наоборот растет. У председателя Угрской Думы теперь три зама. А с этой недели новый исполнительный директор с двумя заместителями. Только последние три обходятся налогоплательщикам в пять с лишним тысяч евро. Для сравнения, в Тукумском крае, где жителей всего на пару тысяч меньше, у исполнительного директора есть только консультант. А у председателя скоро будет уже не два, а один заместитель. Поначалу мы планировали немного уменьшить расходы на административный аппарат, но жизнь показывает, что это не так просто. Будет создан и отдел недвижимости с двумя новыми штатными местами. А уже существующие отделы объединят в департамент. Это делается, чтобы улучшить контроль, объясняют в Думе, поскольку ревизия прошлого года вскрыла разбазаривание средств. Вот только экономию средств, затеянная в Огре реформа, не принесет. Окружная прокуратура Земгольского суда призвала к уголовной ответственности заведующую Елговской поликлиникой Анну Зиверте. Основание злоупотребления служебным положением. По мнению прокуратуры, госслужащая в корыстных интересах расходовала деньги предприятия, а точнее проводила закупки, которые не были необходимы для обеспечения хозяйственной деятельности Елговской поликлиники, использовала в личных целях рабочий транспорт, оформляла необоснованные заграничные командировки. Общая сумма потерь государства почти 22 тысячи евро. Зиверте еще в начале февраля подала заявление об уходе по причине плохого здоровья. В Вилинах на деревообрабатывающем предприятии произошел пожар. Его тушили всю ночь, целых 8 часов. Теперь часть работников предприятия вынуждена уйти в принудительный отпуск. Пожар на Вилинском деревообрабатывающем предприятии начался ночью. Открытым пламенем горел цех. Площадь пожара была большой. Работу спасателей осложнило и то, что поблизости нет воды. Ее набирали на расстоянии 3 километров от горевшего предприятия. Когда мы приехали, крыша уже рухнула. Мы вызвали подмогу, потому что пожар был высокой степени опасности. Приехали машины из Резокна и Вороклян. Всего 5 или 6. Потушили пожар только к утру. Сгорела и техника. Причины возгорания выясняются. Возможно, пожар возник в подсобке цеха, где находился охранник. Надо в любой профессии соображать. Сторож, не сторож. Сейчас люди относятся так. Не мое, а и все. На предприятии работают около 20 человек. Рядом со сгоревшим цехом есть еще один. Там работа продолжится. Но и ту часть, которую уничтожил огонь, хозяин надеется восстановить. Очень хотят ЭТВ работники предприятия. Ведь с работой в Вилинах тяжело. Пока же части работников придется уйти в вынужденный отпуск.